Может, твой отец передумает? Ну, зачем уезжать в самом последнем четверти? Скоро экзамены, выпускные. Да и вообще. Ты же знаешь, у папы серьезный бизнес, и нам придется переехать. А экзамены сдам в частной школе. Папа уже договорился. А как же я? А ты когда сдашь экзамены, приедешь поступать в Москву, и мы снова будем вместе. А если не поступлю? Поступишь. Ты же у меня самый умный. Я очень тебя люблю. Я буду тебе каждый день звонить и писать, а ты, как приедешь в Москву, сразу найди меня. Я найду, я обещаю. Ну что, попрощались? Здравствуйте, Аркадий Павлович. Привет. Карин, тебе надо вещи собирать. Пойдем домой. Пап, можно еще пять минуточек? Вы уже целый час тут стоите, а у тебя еще ничего не собрано. У нас вечером самолет, мы не можем опоздать. Глеб Митрофанов встретил свою любовь еще в школе. С Кариной они с первого класса сидели за одной партой, а с седьмого класса уже не расставались. Но незадолго до выпускных экзаменов Карина с отцом переехала в столицу, и Глеб потерял с ней связь. Он мечтал найти девушку, но это ему не удалось. Об оби-нине Глеб слышал давно и решился поехать к ней за помощью. Здравствуйте, бабушка. Здравствуй, Глеб. Не стесняйся, садись. Вижу, ты из-за любви приехал. Рассказывай, что тебя беспокоит. Да, мы с Кариной родились и выросли в Тюмени. Учились вместе и после седьмого класса стали официально встречаться. Но в прошлом году перед выпускными экзаменами ее отец в Москву увез. Он не мог иначе. Он крупный бизнесмен и по-другому никак. Они уехали. Карина обещала писать и звонить каждый день, но как уехали, я за целый год получил всего одну СМС. Потом я закончил школу и сразу в Москву рванул. Там без проблем поступил в университет на биофак. Я отличником был и все Олимпиады выигрывал. Там сразу и приняли. Так в столице и остался. Но Карину я не нашел. В соцсетях ее нету. Ей отец никогда не разрешал. А номер телефона она, похоже, сменила. И как ее искать, я не знаю. Но в том, что Карина меня любит, я даже не сомневаюсь. Но целый год прошло, всего одна СМСка. Пытался через ее отца их найти, но тоже все без результата. Как сквозь землю провалились. Карина мне снится каждую ночь, и я очень хочу ее найти. И поэтому приехал к вам. И фото... И фото Карину привез. Да, вижу, эта девушка тебе по судьбе. И тебе ее обязательно найти нужно. Плохо ей без тебя. Да я бы с радостью. Дай правую руку. Я вижу, тебе один и тот же сон снится. Большой дом, высокий. И название улицы ты видел? Да, Краснопресненская. Вот по этому адресу тебе нужно через три дня быть ровно без десяти два. Придешь туда и около дома жди. Тогда все сложится. А как я найду этот дом? Ты его узнаешь. Хорошо. Спасибо, бабушка. Наконец я найду Карину. До свидания. Глеб снимал квартиру вместе со своим однокурсником Матвеем. Но Матвею платить за квартиру помогали родители. А вот родители Глеба такой возможности не имели. И молодой человек подрабатывал как мог. Опять еда в холодильнике кончилась. Куда она девается? Куда-куда. Съедается. У нас же гости каждый день. Точнее у тебя. Да, ну и что? Я от родаков не для того съехал, чтобы за Торниковом жить. Только они у меня в деньгах урезали. Отец говорит, хочешь жить отдельно, зарабатывай, корми себя сам. Хорошо хоть на квартиру дают. Мне никто ничего не дает. Ну ничего хорошего. Молодость одна, веселиться надо. А работать всегда успеешь. Веселиться лучше, когда у тебя уже все есть. А у нас хлеба даже нет. Ладно. У меня еще три тысячи осталось. Завтра должны за перевод заплатить. Того пятнадцать не будет. Мне родители должны двадцатку дать. Но это на жилье и еду. А я хотел еще ребят вечером с курса позвать. Ну, в другой раз позовешь. Не. Отец наверняка на работу поехал. Я к мамке наведаюсь. Она поворчит, а денег даст. Заодно поем нормально. А то я эти пельмени уже видеть не могу. Езжай, а я за продуктами схожу пока. А ребят звать будем? Как хочешь. Присоединяйся. Весело будет, девчонки. Замутишь с кем. Ни с кем я не хочу мутить. У меня Карина есть. Ты уже год про эту Карину рассказываешь, а ее никто не видел. Она вообще существует? Существует. И скоро ты в этом убедишься. Ну-ну. В назначенный бабушкой день Глеб отправился на поиски дома, который часто видел во сне. Сам не понимая как, но даже гораздо раньше назначенного времени Глеб набрел на знакомое ему место. Глеб? Привет. Какими судьбами? Я же в Москве учусь на биофаке. Вот как. Молодец. А живешь где в общежитии? Нет, я с приятелем квартиру снимаю. Я же подрабатываю, делаю переводы и курсовые на заказ. А в этом дворе что делаешь? Так по делу приехал. Ну ладно, я тоже по делам опаздываю. Рад был встрече. Ты что-то хотел спросить? А Карина где? А она тебе не сказала. Карина уже год живет в Германии. В Москве будет только осенью. Парень там какой-то у нее, кстати, тоже учится вместе. В Германии? Глеб, да не принимай так близко к сердцу. В конце концов, в школе вы были просто детьми. Давно пора про это забыть. Я вас понял, Аркадий Павлович. До свидания. Глебу очень расстроили слова Аркадия Павловича. Глеб не ожидал такого от Карины и не знал, что ему теперь делать. В плохом настроении Глеб вернулся домой. Мать денег зажала. Сказала, отец не велел. Хорошо хоть продукты подкинул. Яблоки, сыр. Только вечеринка обломалась. Даже шампанское девчонкам не на что купить. Ты что, хмурый такой? Да ничего. Все нормально. Работы много. Сейчас надо с этим закончить, а потом в универ ехать. Зачем? Да одному лоботрясу помогаю из химфака. А там на бумаге не сделать. Нужно опыта поставить и зафиксировать результат. Вот договорились в девять на моей кафедре встретиться. Так до девяти еще куча времени. Слушай, давай заканчивай со своим переводом и пойдем какой-нибудь сериальчик глянем. Не люблю опаздывать. Я лучше приеду туда пораньше и там подожду. Ты как старый дед. Привычка такая. Да ты вообще как-то скучно живешь. Ну не нашел ты свою школьную любовь. Ну и что? Вокруг же полно прикольных девчонок. Мне никто не нужен. И давай больше не будем это обсуждать. Прошло пять дней. Глеб полностью погрузился в учебу. Но мысли о Карине все равно не давали ему покоя. В этот вечер он допоздна задержался в университете. А когда вернулся домой, то застал дома Матвея в компании двух девушек. Одна из них, Лера, была подружкой Матвея. А вот вторую девушку Глеб не знал. Курсовые пишет. Лабораторные. А что вы смеетесь? Умные мужчины очень даже сексуальны. Глеб, так ты у нас секс-символ. Очень смешно. Я не шутила. Мне вправду очень нравится умная пара. Если они еще и симпатичные, я Света. Глеб. Нам пора, такси ждет. Может, останешься? Нет, не могу. Ну, тогда я вас провожу. А вы нас в следующий раз тоже зовите. Особенно, если будет вон тот красавчик. Хорошо. Откуда у тебя это все? У тебя же денег не было. Я съездил к мамке еще раз. Жаловался на тяжелую студенческую жизнь. Чуть не плакал. Но она жарилась и подкинула деньжат. Как тебе, Светка? Да ты что? Она же классная. И ты ей тоже вроде понравился. С чего ты это взял? Хотя мне все равно. Мне эти Света не нужны. Ладно. Я спать пойду. То завтра вставать рано. Дурак ты. Такие девчонки сами на тебя вешаются. Ты ломаешься. Карин твоя забыл. Тебя давно с немцем развлекается. Прекрати. Хватит обсуждать Карину. Отставь ее. Глебу было не до девушек. И он очень удивился, когда следующим утром снова увидел Свету. Можешь мне по учебе помочь? Матвей сказал, ты английский хорошо знаешь. А у меня вот курсач перевод надо сделать. Я готова заплатить. Возьмешься? Платить не надо. Я тебе и так помогу по-дружески. Спасибо. Ты мой спаситель. Это пока не за что. А что ты сегодня делаешь? Может, увидимся? Сегодня я занят. А по поводу курсовой, приходи в пятницу вечером, все сделаем. Ну ладно. Тогда до пятницы. Пока. В пятницу, как и договаривались, Света приехала к Глебу делать курсовую. А вот мне не дано. Я все время слова забываю. Зачем тогда на инъяс поступала? Ну это престижно. Я из бедной семьи. И мой отец всегда говорил, если хочешь выбиться в люди, изучай языки. А престиж так, ерунда. Ну и ладно. Я все равно не планирую карьеру строить. Пусть этим занимается мой будущий муж. Ну подожди полчасика. Все будет готово. Если хочешь, можешь пойти на кухню, чай себе налить. Давно не встречала таких застенчивых парней. Я тебе нравлюсь? Ну, симпатичная. Не хочешь немного придохнуть? А вы мне? Зачем? Обожаю фотографии в таком стиле. Не бойся, я никому не скажу. Поцелуй меня в щечку. Зачем? Ну, понарошку. Глеб сам не понимал, как так вышло, что он изменил Карине. Ведь Света ему даже не нравилась. Чтобы отвлечься от этих мыслей, Глеб занимался больше обычного. Мы с Лерой решили жить вместе. Тебе же родители не разрешали. Ну, они просто не хотели содержать помимо меня еще кого-то. Ну, а я нашел способ это решить. Обойдусь без их помощи. Работу нашел? Представь себе. Ну, я рад за тебя. А у вас как со Светой? Да никак. Ну, не мое это. Да ты что? Света классная. Я бы на твоем месте позвонил и позвал ее к себе жить. Не надо мне такого счастья. Ясно, все с тобой. Ладно, я пойду шмотки собирать. Вечером переезжаю. Бабушка, я такой идиот. Я переспал с девушкой, которую видел всего несколько раз. Теперь эта Светка звонит мне каждый день, а я с ней ничего общего не хочу иметь. Я же Карину люблю. Получается, я ее предал. Но я должен ее найти. И готов за ней в Германию поехать. Но только не знаю, где ее там искать. Поэтому я снова приехал к вам. Вы можете мне помочь? А то я в прошлый раз с Кариной так и не встретился, а только с ее отцом. Я вижу, Карину ты не встретил, потому что раньше времени пришел. А я же тебе велела точно в назначенный час там быть. Да, я приехал пораньше. Но я не люблю опаздывать на важные встречи. От этого все твои беды. Опаздывать плохо, но и заранее приезжать не надо. Если раньше времени на встречу приезжать, то к потерям это. Вот ты девушку свою и потерял. Но найти ее я тебе помогу. Неужели вы видите, как ее в Германии отыскать? Я вижу, она с тобой в одном городе. Только чтобы встретить ее, тебе ровно через неделю нужно точно в полдень около ее дома ждать. Но если снова раньше времени придешь, навсегда любовь потеряешь. Я вас понял. Ровно в полдень, минута в минуту буду там. И еще. Как встретитесь, сходите в кино и смотри, никому про вашу встречу не рассказывай. Хорошо, бабушка. Я сделаю все, как вы говорите. До свидания. На этот раз Глеб приехал в знакомый двор ровно к назначенному времени. Он помнил слова бабушки и собирался в точности выполнить ее совет. Все равно не понимаю, а так получилось, что мы оба звонили друг другу и не дозвонились? Я думал, ты номер сменила. Нет. Странно, конечно. Ну, всякое бывает. А когда мне сказали, что ты про меня забыл и уехал, я очень на тебя обиделась. И даже если бы ты дозвонился, то я вряд ли бы ответила. А кто тебе сказал? Папа. А ему одноклассники, когда он к нам тюмень по делам ездил. Бред какой-то. Никуда я не уезжал. Точнее, уезжал. Ну, к тебе в Москву, как и договаривались. Я тебя целый год искал, а потом твоего отца встретил. Папа, наверное, сказал, что я в Германии. Это он специально, чтобы меня не травмировать. Потому что я очень переживала, когда ты пропал. Значит, никакого парня в Германии не было. Нет, конечно. Я же тебя люблю и очень по тебе соскучилась. Слушай, вы поехали ко мне? Я тут неподалеку живу. С удовольствием. Сейчас только сосед наберу. Вообще, он уже съехал и иногда остается переночевать. Алло, Матвей, ты сегодня ко мне приедешь? Да. А че? Слушай, давай после десяти, а до этого я буду занят. Надеюсь, со Светкой. Нет, со своей девушкой Кариной. Понял. Глеб был счастлив оказаться снова рядом с любимой. Он был уверен. За то время, что они не виделись, их чувства только окрепли. Что такое? Ну, просто я подумала, вот ты молодой парень. И неужели у тебя за этот год никого не было? Никого не было. Правда? Правда. Смотри, а то я ревнивая. Я не дам тебе повода. Я же просил его. Зачем ты пришла? Поговорить надо. Ты думаешь, я просто так тебе звонила? Я беременна. С чего ты взяла что от меня? У нас с тобой было всего один раз. У меня других парней полгода не было. Так что тебе придется нести ответственность. Так вот в чем дело. Прикинулся тихонь, я сам бабник, каких только поискать. И сколько у тебя таких? Глеб, а что здесь происходит? У меня будет ребенок от этого подлеца. А он испугался, бросил меня. Изменяет, трубки не берет. Я не знала, что у Глеба кто-то есть. Так вот как ты меня искал. Карень, не слушай ее. Это все ерунда. Да пошел ты. Ты что-то наделала, идиотка. Карин, я нашел Карину. И был так счастлив. Правда, совсем недолго. Когда мы с Кариной поехали ко мне домой, то, как назло, в этот же день приехала Света и сказала, что она беременна от меня. Карина все это слышала и сразу ушла. Теперь не видеть, не слышать меня не хочет. Я не знаю, что мне делать. Еще и этот ребенок. Обманула тебя, Света. Не беременна она. Вот гадина. Ну, хоть одной беды меньше. Я же тебе сказала, чтобы ты с Кариной после встречи в кино сходил и никому ничего не говорил. А ты что, опять по-своему сделал? Извините, я как Карину увидел, у меня сразу все из головы вылетело. Хорошо, помогу тебе еще раз. Аня, принеси сбор заговоренных трав и клубничное варенье. Тебе нужно будет эти травы заварить и с вареньем вместе с соседом выпить. Тогда все еще наладится может. Матвей куда-то съехал, мы практически с ним не общаемся. В институте он появляется редко, поэтому я даже не знаю, как Матвей это реагирует на мое предложение приехать ко мне попить чай. Я вижу, через три дня он сам к тебе придет. Вот тогда и чай травяной попьете. А теперь ступай. Вижу, не свидимся больше. Спасибо, бабушка. И извините, что я раньше ваших советов не слушал. Прошло три дня. Как и обещала бабушка, утром Глебу позвонил Матвей и договорился о том, что заедет за вещами. Глеб заварил бабушкин сбор и угощал приятеля. Ммм, реально вкусно. Представляешь, Светка-то меня обманула. Не беременная она. Да ладно. Она целыми днями только и говорит, что от тебя залетела. Врет. Только не понимаю, зачем. Тебя с Кариной поссорить. Ну, ей за это неплохо заплатили, вот и старается. Кто заплатил? Я. Ты серьезно? Ты же Карине даже не знаешь. Меня попросили, я сделал. Не за бесплатно, конечно. Я на эти деньги с Лерой квартиру снял. Правда, Светке пришлось отстегнуть. Серьезно? Ну да. Ну а что, ты же мне сам позвонил и сказал, что ты с Кариной будешь. Ну а я это все Свете передал. Она и примчалась к тебе. Я понимаю, зачем тебе это? Меня родители стали сильно урезать в деньгах. А работать я не хотел. Ну, тут и подвернулся этот мужик. Какой мужик? Честно, не знаю, кто такой. Он меня сам в невеле нашел. Но видно, что тут дядька богатый. Аркадий Палыч, кажется. Знакомый твой? Знакомый. Мы с тобой друзьями никогда не были. Поэтому я тебя видеть даже не хочу здесь. Собирай свои вещи и больше здесь не появляйся. На следующий день утром Глеб поехал к дому Аркадия Павловича. Он хотел потребовать от него объяснений. Хотя понимал, что Карина все равно его не простит. Вы не имеете права вмешиваться в нашу жизнь. Матвей мне все рассказал. Только не понимаю, почему вы хотите разлучить нас с Кариной? Глеб, ты в своем уме? Папа всегда к тебе хорошо относился. А вот ты... Хорошо относился? Он заплатил моему соседу, чтобы разлучить нас с тобой. Пап, это правда? Да. А Глеб мне никогда не нравился. Что он мог дать тебе, нищий заучка? Я специально увез тебя из Тюмени, даже школу закончить не дал, потому что ты все время твердила. 18 лет исполнится, поженимся. Я не мог допустить этой свадьбы. Мы переехали, я заблокировал номер Глеба в твоем мобильном. А ты ни о чем не догадалась. Когда ты мне сказал, что Глеб куда-то уехал? Я соврал. Чтоб ты, наконец, забыла его. И у меня почти получилось, как неожиданно Глеб появился снова. Я сказал ему, что ты в Германии, но боялся, что он не поверит и будет караулить тебя у нашего подъезда. Поэтому пришлось действовать. Через университет нашел приятеля Глеба, договорился с ним. А тот оказался шустрым малым. Он быстро нашел Глебу девицу, которая его соблазнила. Карин, я думал, у тебя парень в Германии, еще и Светка. Она была так настойчива, что я и сам не понял, как это произошло. Но она не беременна. Матвей позвонил ей, когда узнал, что мы были с тобой у меня дома. Вот Светка и пришла и устраивала этот спектакль. Пап, как ты мог? Да я даже представить себе не могла, что ты способен на такую подлость. Ты не имеешь права вмешиваться в мою жизнь. Пойдем, Глеб, больше нам никто не помешает. Глеб и Карина помирились, и девушка переехала жить к Глебу. С Матвеем Глеб больше не общается, хотя часто видит его в университете. Аркадий Павлович смирился с выбором дочери, хотя это было и непросто. Бабушка говорит, что раньше времени приходить – плохая примета, к потерям. Про это всем нужно помнить. Тебе хорошо со мной? Ты еще спрашиваешь? Я просто без ума от тебя. Была бы возможность, я бы остался с тобой в этой постели на вечность. И что же тебе мешает? Ну как? Скоро Оля придет. Неудобно? Пусть привыкает. Я не собираюсь от нее вечно прятаться. И давай больше не будем об этом. Иди ко мне. Тебя стучаться не учили? Я у себя дома не обязана стучать в каждую дверь. Я же сказала, чтобы его больше в нашем доме не было. Ты опять с ним? Ты предала меня. Оля, не кричи. Да, я и Борис вместе. Я ненавижу вас! Вот уже несколько месяцев Борис встречался с Полиной. Она была разведена и сама растила дочь подростка Ольгу. С Полиной Борису было хорошо, и они уже думали о свадьбе. Но Ольга отказывалась принимать Бориса. В доме были постоянные скандалы. Борис узнал о бабушке и поехал к ней за помощью. Здравствуйте, бабушка. Здравствуй, Борис. Садись. Рассказывай, что тебя ко мне привело? Мне уже 32, и я давно готов завести семью, детей. И вот, наконец, встретил женщину, Полину. И все у нас хорошо, но у нее дочь, Ольга, очень тяжело пережила развод родителей. Папа ее живет теперь в другой стране, у него новая жена. Она вот долго тосковала по нему. И когда Полина стала встречаться со мной, Ольга сразу восприняла меня в штыки. Но Полина настояла, чтобы мы жили вместе. Я переехал. Ну, жизнью это не назовешь. Оля постоянно цепляется ко мне, хамит. Она просто ненавидит меня. С Полиной они ссорятся каждый день. Может быть, вы мне поможете. Подскажете, как расположить к себе девочку. Я и так пытаюсь с ней подружиться, и так, но все бестолку. Дай мне свою левую руку. Да не бойся. Руки человека о многом рассказать могут. Чтобы ребенка к себе расположить, нужно сладким его кормить. Примета такая верная есть. Но только тебе это не поможет. Не вижу я вас с Полиной вместе. Ошибаетесь, бабушка. Мы с Полиной созданы друг для друга. А за совет спасибо. Раньше такой приметы не слышал. До свидания. До свидания. Борис решил воспользоваться советом бабушки и накупил сладостей. Это ты тут гремишь? А мать где? Она сегодня в офисе задерживается. Велела мне тебя покормить. Ничего себе ужин. Мама явно это не удобрит. А нормальное что-нибудь есть? Маму я беру на себя. Ну так что? Поужинаешь со мной? Ну кто от торта откажется? Правильно. От сладкого отказываться нельзя. Будет плохое настроение. Ну? Вкусный. Торт как торт. Как дела в школе? Я слышал вас по какой-то усиленной программе учат. Слушай, какое тебе дело до моей учебы? Я уже не маленькая. И прекрасно понимаю, что ты просто пытаешься ко мне подмазаться. Если хочешь здесь жить, живи. Но знаешь, что я всегда буду против. Я думаю, мы все-таки подружимся. Вряд ли. И тортики тебе твое не помогут. Оль, неужели ты не хочешь, чтобы мама была счастлива? Вот именно, что хочу. А ты не подходишь. Чтобы ты понимала, кто ко мне подходит. Дружбы не будет. Я у себя поем. Зачем ты вчера опять устроила ссору? Борис старается. Не знает, что сделать, чтобы тебе понравиться. Почему ты так себя ведешь? Потому что он противный, мерзкий, гадкий. Тебе не пара. Не ты будешь решать, кто мне пара, а кто нет. Ясно? Тогда выбирай. Или я, или он. А лучше я вообще к Маринке уеду. У нее хорошая мама. И она говорит, что тебе надо ребенком заниматься, а не мужиков в дом таскать. Что ты сказала? Что слышала? Я его никогда не приму. И если он остается, то тогда меня ты больше не увидишь. Полина много работала и часто задерживалась допоздна. Полина настаивала, чтобы Борис жил у них. Но Ольга была против и всячески это демонстрировала. Полин, я думаю, нам снова какое-то время надо пожить раздельно. Пусть Оля немного успокоится. Нет. Я никуда тебя не отпущу. Я с ней все решу, обещаю. Пожалуйста, не бросай меня. Хорошо. Просто мне трудно так жить. Оля меня ненавидит. И если честно, я ее уже боюсь. За нее страшно. Все-таки подросток. Да я сама за нее боюсь. И все-таки Борис не терял надежды расположить к себе девочку. Зря стараешься. Мне от тебя ничего не нужно. Про это? Ну так не ешь. Я сам жуткий сладкоежка. Смотри, не лопни. Ты куда собралась на ночь глядер? Куда надо, не твое дело. Мама в курсе? Позвонись, спроси, если тебе так интересно. А перед тобой я чьи-то в это не собираюсь. Поздно вечером с работы вернулась Полина. Но Ольги все еще не было. Прошло три часа. Девочка не появлялась и не отвечала на звонки. Полина не находила себе места. Совсем меня к себе не подпускает. Я сама от нее устала. Не знаю, что с ней делать. Это кошмар какой-то. Может, все-таки стоит разъехаться? Ну ты же видишь, ничего не получается. Ты хочешь меня бросить? Ну конечно нет. Просто хочу дать ей немного времени. Нет уж. Я не позволю ей с собой манипулировать. Лучше отправлю ее к отцу в Германию. Пусть она ему там жизнь отравляет. Нет, вот этого делать нельзя. Она тебе ни за что потом это не простит. Значит так. Оставим все как есть. Может, она со временем смирится. Это уж вряд ли. У нее характер, как у ее папаши. Вот где ее сейчас носит? Давай я еще раз по району пройдусь. Наверняка она где-нибудь рядом сидит с девчонками. Во дворах специально нам нервы треплет. Ну хочешь, сходи. А у меня уже больше сил нет. Не волнуйся, все будет хорошо. Почти час Борис бегал по району, пока не нашел девочку. Он увидел ее рядом с незнакомым мужчиной. А ты что, сюда приперся, следишь за мной? Не следил, но я тебя искал. Уже темно на улицах, ни души страшно. Ну если тебе страшно, иди домой. Да я за тебя переживал. Не переживай. А вы не есть кому побеспокоиться. Если что, меня бы Игорь проводил. Что за Игорь? Это мой меддруг, и он намного лучше тебя. Очень рад, что у твоей мамы есть такие друзья. Но я так понимаю, он уже ушел. Пойдем домой, мать ей извелась. Да ей плевать на меня. Неправда. Она очень переживает. Ты можешь не любить меня, но мать тут ни при чем. Ну пожалей ты ее, она и так между нами разрывается. Вот ты бы взял и пожалел. Что тебе стоит? Собирай вещи и уходи. Она о тебе быстро забудет. Вот увидишь. Уже поздно. Давай прекратим эти бесконечные споры. Ты идешь? Я обещал матери без себя не вернуть. Полин, помоги галстук выбрать. Борис думал всю ночь и принял нелегкое для себя решение. Полин, знаешь, я решил, что пока будет лучше, если я уеду к себе. Как? Мама соскучилась. Нам всем так будет спокойнее. Это Оля, это выгляди, чего она творит. Я не хочу брать на себя такую ответственность. Я так и знала. С этой девчонкой у меня никакой личной жизни. Просто она хочет твоего внимания. В ее возрасте это нормально. Ремня она хочет. Нужно было пороть ее в детстве. Сейчас бы ходила, как шелковая. Давай я ее к отцу отправлю. Ну не уходи. Я не смогу без тебя. Не надо никаких радикальных мер. Я тебя буду навещать каждый день. Потом мы на работе увидимся. Скучать не придется. Так даже интересней. Интересней? Кому? Ты просто хочешь сбежать от меня. Да нет. Давай представим, что у нас начался снова конфетно-букетный период. Я буду ухаживать за тобой на свидание приглашать. Я надеюсь, это ненадолго. У тебя будет время поговорить с дочерью. Оля должна понять, что мое присутствие ничего не изменит в ее жизни. Я ей не враг. Ну может ты и прав. Зря я с ней так резко. Соберешь мои вещи. Ты только на работе никому не говоришь, что мы разъехались. Я вообще не привык обсуждать наши отношения. Ты же знаешь. Но все, не грусти. После работы приеду. Давай до вечера. Вот видишь, а ты переживала, что между нами что-то изменится. Ты же практически как супруги. После работы по магазинам, потом прогулка перед сном. Только в одном разница, что теперь я тебя до дома провожаю и ухожу, а хотелось бы приезжать, рассылать с головы до ног. Раньше так и было. Но ты сделал свой выбор. Поэтому ты идешь к себе домой, а мне к дочке пора. Прошла неделя. Борис вернулся к матери. Но каждый день встречался с Полиной на работе. Он планировал пригласить Полину куда-нибудь. Но теперь у нее не было времени на встречи. Это тревожило Бориса. Может, в отель? А что, романтика? Боря, какая романтика? Мне это не нужно. Я искала мужчину для серьезных отношений. Для семьи. Я уже выросла из возраста той девочки, которую можно по отелям таскать. Ты же знаешь, по-другому не получается. Оля... Дело не в Оле, а в тебе. Во мне? Да. С дочкой я поговорила. Я поняла, что тебе были выгодны эти скандалы. Специально, чтобы быстрее съехать от нас. Выгодно? Что-то я не понимаю. А зачем мне специально скандалить с твоей дочерью? А чтобы не жениться на мне. Да как жениться-то, если Оля... Вот опять. Оля просто удобный повод для тебя. А знаешь что? Не утруждайся. Не провожай меня. И сумки я сама донесу. Прошла еще неделя. Полина уволилась из фирмы, где работала вместе с Борисом. На его звонки она не отвечала. Борис решил сам поехать к Полине, чтобы разобраться, что происходит. О, сладенькая-то хорошо. Как раз вовремя. Рад, что угодил. Как у вас дела? Все отлично. Мама по делам уехала, а я с дядей Игорем. Кто такой дядя Игорь? Ну ты что, не помнишь? Мамин друг. Ты нас тогда еще вместе видел. Он теперь с нами живет. У них с мамой давно любовь. Потом они поругались, и она на тебя переключилась. А теперь у них все наладилось. Оля, зачем ты все это придумываешь? Я знаю, ты меня ненавидишь, но это нечестно по отношению к маме. Нам надо с ней поговорить. Борис, я не вру. Не веришь, можешь пойти посмотреть. Только тихо. А то дядя Игорь сейчас спит. Он полицейский, после ночной смены отдыхает. Кстати, думаю, ночью не обрадуется, когда увидит торт. Он обожает сладкое. В этом мы с ним похожи. Зря ты меня так разыгрываешь. Я ведь могу и поверить. Хотя понимаю, откуда у Полины новый мужчина. У меня есть я. Сходи, сам увидишь. Ну как? Убедился? Только тихо. Не разбуди. Я думаю, ты все и так понял. Делать тебе здесь больше нечего. Да, не могу не согласиться. Делать здесь и правдывание больше нечего. Желаю вам, зяде Игорь, приятного аппетита. И матери передай. Нет, ничего не надо. Да, бабушка, в неприятную историю я попал. Так подло со мной еще никто не поступал. И ваши советы мне не помогли. Я дочку Полины столько раз сладким угощал, а она, мне кажется, только больше ненавидела меня. Из дома меня буквально выжило. А у Полины теперь новый мужчина. Оля говорит, они раньше были вместе, но потом поругались. Не знаю, можно ли верить ее словам. Я хочу попробовать вернуть Полину, только не знаю как. С работы она уволилась, на звонки не отвечает. Добилась, значит, своего девчонка. Полину ты не вернешь, как не пытайся. Не твоя эта судьба. А насчет приметы ты зря. Сработала она. И ты в этом сам скоро убедишься. Да я и так уже убежден. Хуже некуда. Вы бы видели, с каким удовольствием Оля мне рассказывала про нового жениха Полины. Дядя Игорь кто? Дядя Игорь все. Сладенькое любит. Одного понять не могу, чем я-то ей так не угодил. И месяца не пройдет, как ты сам все поймешь. А когда это произойдет, сразу ко мне приезжай. Понял? Если честно, ничего не понял. Ничего. Всему свое время. А пока ступай, а то на электричку опоздаешь. Прошло две недели. Все это время Борис не виделся с Полиной и старался забыть ее. Он не ожидал встретить Полину просто на улице. И теперь не знал, что делать. Вот совсем выпросил меня из главы. Да я понимаю, Боря. Я уже не первой молодости, да еще и с ребенком. Полин, ты не так поняла. Я правда не ожидал тебя увидеть. Ты знаешь, а я рада нашей встрече. Хочу в глаза тебе посмотреть. Ты обо всем сам должен был рассказать. А так вышло очень некрасиво. Что-то я не очень понимаю, что я должен был тебе рассказать. ты сама очень быстро за меня замену нашла. Я приходил. Оля наверняка не рассказывала. За вещами ты с вами приходил. Забыл свой любимый галстук. Я думала, ты серьезный мужчина, а ты ищешь какие-то смешные оправдания. Ну ладно, все это уже давно в прошлом. Все сгорело. Борис не понимал, в чем его обвиняет Полина, но выяснять не стал. Ему было неприятно видеть ее. А спустя несколько дней ночью Борису позвонила Ольга и попросила встретиться. Она приехала к дому Бориса и ждала его на улице. Я хотела, чтобы ты... Ты, наверное, как и мама, меня ненавидишь. Что ты, конечно, нет. Я на тебя зла не держу. А с Полиной нам, видимо, не судьба быть вместе. Ну это, давай, не вешай нос. Я по тебе даже скучал. Значит, ты меня любишь? Ну, можно сказать и так. А вот за что ты меня так ненавидела? Разве я тебе сделал что-то плохое? Ну, это теперь, конечно, не важно, но мне все равно интересно. Это потому... Потому что ты... Кажется, я понял, почему Ольга устраивала эти скандалы и мешала нашему с Полиной счастью. Возможно, я, конечно, ошибся. Не ошибся. Влюбилась в тебя девочка. И чувствуете сильной на всю жизнь. Какие чувства? Она же совсем еще ребенок. Девочки быстро растут. Но ты ее снова встретишь не скоро. Только когда у нее первый зуб мудрости вырастет, тогда она совсем взрослой девушкой станет. Я не понимаю, к чему вы мне сейчас все это говорите? Ольга, тебе судьбой назначено. Просто время еще не пришло. Сейчас тебе делать ничего не нужно. Живи, как живешь. А ровно через год в этот же самый день встреться с Полиной. Поговорить вам надо. Да попроси ее связь с тобой держать хотя бы раз в год. Иначе можешь что-то навсегда потерять. Да она мне всю личную жизнь разрушила. Какая любовь, какая судьба, бабушка. Оля трудный, разбалованный подросток. И ничего общего у нас не быть не может. Ты сделай, как я тебе говорю. И через время сам все поймешь. Иначе счастливым ты не будешь. Запутали вы меня, бабушка. Ладно, за год многое может измениться. Увидим. Но за совет спасибо. До свидания. Ступай, Борис. Не свидимся больше. До свидания. Прошел год. Борис запомнил слова бабушки. Он поехал к Полине, чтобы поговорить. Но дома разговаривать она не захотела. И они встретились в парке. Да. Должен быть мальчик. Мы с мужем очень сына хотим. С Игорем. С каким Игорем? Ну, твоим мужем, я так полагаю. А, ты об этом. Это все Ольгины дела. Игорь мой одноклассник. Мы с ним всегда дружили. И живет он неподалеку. Вот Ольга, как выяснилось, попросила его посидеть у нас днем несколько дней. Чтобы представить его тебе как моего нового мужчину. Хитрая девчонка выросла. Да. Убедительно получилось. Захожу в комнате какой-то мужик спит. Какие-то много будет сомнений. Как она его расхваливала. Это надо было слышать. Игорь работает в ночную смену. А днем отсыпается. Ну, вот ты заснула у нас. Ольга сама мне потом во всем призналась. Зато она своего добилась. Только скажи, а почему ты не стала со мной больше встречаться? с работы уволилась, на звонки не отвечала. Это тоже дело рук моей заботливой дочери. Она же мне доказательства твоей измены предоставила. Измены? Угу. Сказала, что ты переехала от нас к Светлане из бухгалтерии. Фото показала. Я, естественно, ревновала. Мне было так обидно, что ты меня променял на какую-то женщину. Простить тебе такое я не могла, но я решила расстаться с тобой без всяких разговоров. Подожди, а какие она фотографии показывала? С корпоратива. Помнишь, день рождения компании был. Я тогда не смогла приехать, мы еще не встречались. Ольга как раз приболела. Вот эти самые фотографии она где-то откопала в интернете и мне показала. А вы там такие счастливые, веселые, обнимаетесь, радуетесь. Я так разозлилась на вас. Думаю, вот гад, предал меня. А потом, когда правду узнала, думала, убью Ольгу. Вот пришлось ее к отцу отправить. Может, у него получится ее перевоспортировать. А у меня уже сил с ней больше нет бороться. А твой новый муж давно с ним? Ну, вот как Ольга улетела в Германию, мы почти сразу с Геной познакомились. Ну, и вот, поженились, ждем наше чудо. Ну, главное, что ты счастлива. Я искренне рад за тебя. Спасибо. А у тебя как дела? Не женился? Да, нет, один. Оля, от меня привет передай. Скажи, я все понял, буду ждать. Чего ждать? Когда у нее вырастет первый звук мудрости. Да, мудрость ей не повредит. Хорошо, передам. А ты мне разрешишь иногда, ну, хотя бы изредка, раз в год видеться с тобой. Мне это очень важно. Да без проблем. Только мне надо будет сначала тебя со своим мужем познакомить. Не хочу ему давать лишний повод для ревности. Да, конечно, я не против. Борис познакомился с новым мужем Полины. Они даже подружились. Изредка Борис заходит к Полине в гости. Ольга живет с отцом и заканчивает школу. Бабушка говорит, чтобы с ребенком общий язык найти, надо его сладостями накормить. Это старая примета. Николай Леонидович, можно? Можно. Ну что, у нас опять плохого случилось? У меня для вас и правда плохие новости. К нам едет проверяющий. Как проверяющий? Зачем? Когда он будет? Судя по всему, он давно уже в городе, просто мы об этом узнали только сегодня. Я только одного не могу понять. Как он оказался в городе раньше, чем мы об этом узнали? Ты хоть понимаешь, чем это для нас грозит? Ну, могу предположить. Если этот проверяющий докопается до всех моих дел, то тогда ни тебе, ни мне на своих местах не усидеть. Со старым куратором вы сразу отношения наладили. Я думаю, с этим поладите. А если нет? Ой, ты думаешь, вот так вот просто взял и наладил? Ох, я чувствую, что на этот раз ничего у нас не выйдет. Новая метла по-новому метет. И выметут нас с тобой, Яша, к чертовой матери. Ой, попали мы с тобой. Ой, попали. Николай Леонидович Перелыгин был у себя в городе крупным начальником. Он чувствовал себя настоящим хозяином городка. Но когда стало известно, что к ним приедет проверяющий из Москвы, эта новость лишила Перелыгина покоя. Николай Леонидович весь измучился и по настоянию жены поехал к нам в деревню, чтобы посоветоваться с бабушкой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы первый раз к бабушке? Первый. И я в первый раз. Говорят, бабушка в любой беде помочь может. Я из-за сына сюда приехала, он дурной совсем стал. Выпивать начал, дерется. Боюсь, как бы в беду не попал. А вы, я вижу, переживаете сильно? Что у вас тряслось? Женщина, что вы ко мне пристали со своими расспросами? Да так просто разговор поддержать, в очереди ждать долго. А так хоть поговорить интересно, зачем люди к ней не ездят. Женщина, вас это не касается. Ну ладно. Вы Николай? Да, он самый. Пойдемте, бабушка вас ждет. здравствуй, баба Нина. Садись, Николай. Рассказывай, с чем пришел. Вижу я, ты целым городом руководишь. Ну да. У нас город небольшой, но работы очень много. Такая ответственность. Народ, все порядка хотят, только не понимают, как это тяжело. Город у нас с многовековой историей. В прошлом году отмечали 240 лет. Ну, провинция есть, провинция. Денег отпускают мало. Так что приходится крутиться самому. Да, я вижу, городок у вас действительно небогатый. Зато ты человек состоятельный. В достатке живешь. Ой, да что там достаток? Вы знаете, сколько мне работать приходится. У нас в городе ни одно дело без меня не делается. Ну, конечно, люди потом благодарят меня за помощь, подарки делают. Взятки. Ну, что же вот так вот? Ну, я бы называл это благодарностью. А ко мне ты зачем приехал? Я слышал, что вы за свою помощь денег не берете. Но я же понимаю, что бесплатно ничего не делается. Вот здесь вот сто тысяч. Думаю, нормальный гонорар. Это может, у вас не делается. А мне твои деньги не нужны. говори, зачем пришел. Понимаете, выяснилось, что к нам в город прислали из Москвы нового проверяющего. Я, конечно, за своими делами слежу, но у меня, как и у всех, бывают нарушения. Так вот, если эти нарушения всплывут, ну, тогда прощай спокойной жизни. Тебе давно пора по совести жить начать. И сейчас самое время. Тогда не будет тебе от приезжего беды. Баба Нина, ну, кто сейчас по совести живет? Вы лучше скажите мне, кто этот проверяющий? Приехал он тайно, расположился неизвестно где. До этого у нас был нормальный куратор, мы с ним ладили, а сейчас прислали неизвестно кого. Помогите, пожалуйста, скажите, кто он, где его найти, ну, или хотя бы там назовите его фамилию, имя, ну, или приметы какие-то особые. Городок у нас небольшой, все на виду, найду я его. Фамилию вижу. Селиванов. Но только зря-то его искать затеялся, от этого только хуже будет. Значит, Селиванов. Николай Леонидович был доволен визитом к бабушке. Теперь он был уверен, что сможет найти нового проверяющего и договориться с ним. Узнал я фамилию московского гостя Селиванов. И если, как ты говоришь, он уже в городе, то мы без проблем сможем его найти и... Николай Леонидович, мы не можем. Сейчас на 90-е. Ты что, сдурел, что ли? Ты за кого меня принимаешь? Нам этого Селиванова найти надо, чтобы с ним познакомиться, пока он к нам с визитом не пришел. Извините, сразу не понял. Ну, в городе только две гостиницы. Если он в одной из них, найти гостя не составит труда. Ну, вот и действуй. Николай Леонидович женился сразу после окончания вуза. Его жена Екатерина Дмитриевна всегда была ему верным другом, и он привык во всем советоваться с ней. Да тише ты. У стен тоже есть тюржи. Я перестраховался, предпринял кое-что, узнал, кто это. Осталось его найти и приручить. И как ты собираешься его приручать? Ну, как же есть проверенные средства? Ну, это опасно. За взятки должностному лицу можно в серьезные неприятности попасть. Нужно сначала на это лицо посмотреть, а там видно будет. Помощник Николай Леонидович Яков быстро выполнил поручение начальства. В одном из отелей города действительно остановился приезжий из Москвы по фамилии Селиванов. Николай Леонидович решил действовать. Ты узнал, что за человек этот Селиванов? Докладываю. Вполне молод. Номер взял самый дешевый. В ресторане отель не обедает. Ну и как говорит администратор, с виду очень скромный. Скромный значит. С ума они там посходили со своими проверками. Пришлют сюда черт знает кого, а ты сиди догадывайся. Они там наверху думают, я их каждый шаг наперед знаю. А тот, кто предупрежден, тот, что называется и вооружен. Ну что, пора познакомиться самим с этим тайным гостем. Администратора я предупредил все, как мы договаривались. Я не собираюсь никуда съезжать. У меня номер оплачен еще на неделю. Я приношел извинения от лица нашего руководства. Мы вынуждены закрыть отель. Вы только сегодня об этом узнали. Реконструкция планировалась позже, но в ходе последней проверки выяснилось, что находиться здесь небезопасно. Еще раз извините, мы вернем вам деньги за неиспользованные дни проживания. Да зачем мне деньги? В нашем городе есть еще один отель. Прошу прощения, Николай Леонидович. Все как и договаривались. Троих переселили за счет города в другой отель, вот этот ну ни в какую не хочет. Оставьте это мне, закрывайте отель. Мы его ведь, кажется, летом уже по документам перестраивали. Ну вот, осталось время приступить к работам. Придайте это вашему начальству. Николай Леонидович Перелыгин, мэр этого чудесного города. Слуга народа и в мои обязанности входит сделать так, чтобы всем было хорошо. И вы называете это чудесным городом? Дороги разбиты, цены завышены, а из отеля людей силком выселяют. Я понимаю ваше недовольство, но что касается отеля, то его действительно необходимо закрыть на реконструкцию. Речь идет о безопасности гостей нашего города, а гостей у нас очень любят. Заметно. Я готов уладить это недоразумение и пригласить вас к себе. Покажу вам город и вы сами убедитесь в том, что у нас все не так плохо, как вам могло показаться изначально. С чего такая честь? Я сразу догадался, кто вы, но если вы хотите, то можете сохранить эту тайну. Я не против. Григорий? Григорий Селиванов? Григорий, очень рад знакомству и буду рад, если вы позволите мне разместить вас у себя. Я даже не знаю, это как-то неожиданно. Надеюсь, это приятная неожиданность. Скажите, а чем вы занимаетесь в Москве? Да, разным. Ну да, да. Все мы, слуги народные, занимаемся разным. Куда пошлют, то и делаем. Ну, служба есть служба. Ну, так что поедем? Мне сказали, здесь есть еще один отель. Думаю, что вам будет лучше всего остановиться у меня. Николай Леонидович привез Селиванова к себе. Он очень хотел ему понравиться. Через три часа я туда приеду. Завай машину прислать. Пришли. Здрасте. Здрасте. Григорий. Григорий, познакомься. Это моя супруга Екатерина. Очень приятно. А мне да как приятно. Проходите, Григорий. Мы гостям всегда рады. Давайте я провожу вас в вашу комнату. Николай Леонидович, может, я лучше в отель? Никаких отелей. Мой дом, твой дом. Конечно. Проходите, не смущайтесь. У нас Тася. Дочь Перелыгина Стаси была девушкой с характером и отец даже побаивался ее. Она жила в столице, но часто навещала родителей. Какими судьбами? По родителям соскучилась. Это хорошо. Это хорошо. Ну, наверняка есть еще какие-то причины. Какой ты проницательный. Да, я затеяла тут одно дело и бизнес-план у меня имеется. Вот хочу попросить твоей финансовой поддержки. Не удивило. Насчет денег обещаю подумать. Но если ты выполнишь одну мою просьбу, то тогда не откажу наверняка. Что за просьба? У нас в доме гостит московский проверяющий. И было бы неплохо, если бы ты ему понравилась. Еще чего. Пап, ну я же только развелась. Новые отношения мне не нужны, это во-первых. А во-вторых, не впутывай меня в эти свои игры. Ну, тогда ищи других кредиторов. Ну, зря ты так. Я же не просто так тебя прошу. Я все продумала. Да и потом, твои махинации не могут вечно продолжаться. вот снимут тебя с позором. И хорошо еще, если просто снимут. И как деньги просить, так тебе все равно, каким образом папка их заработал. Ну ты же мой отец, почему не попросить? Так ты лучше сделай так, чтобы меня не сняли. А с чего ты вообще взял, что я понравлюсь этому твоему проверяющему? Я это чувствую. Ты у меня красивая. Ну и в людях я немножко разбираюсь. Так что подумай. Мы вкладываем много средств в благоустройство нашего города. Прошло четыре дня. Каждый день Николай Леонидович устраивал Григорию экскурсию по городку. Ему хотелось представить свои дела в лучшем виде. Вы же сами видите все своими глазами. Да. Мужчины, скажите, вы всем довольны? Зарплату вовремя платят? Да, все как положено. Вот мы стараемся никого не обижать. А вы же Перелыгин, мэр. Да. У меня есть к вам вопрос. Вы знаете, мы уже уезжаем в следующий раз. Да, вижу, что в городе вас уважают и за порядком следите хорошо. Но до знакомства с вами мне показалось, что город в грязи по колено. Но вы же своими глазами видите, что у нас все хорошо. Они довольны и будут всегда. Знаете, на сегодня хватит работать. Я хочу вас пригласить к одному очень хорошему человеку, начальнику образования. Он уже ждет нас к обеду. А какой у него бильярд? Вы играете? Честно, не очень. Исправим. Яков, поехали. Прошло еще два дня. Все это время Николай Леонидович обдумывал, как предложить проверяющему взятку. Он хотел быть уверен, что тот сделает положительный отчет о работе Перелыгина и положении в городе. Вся самосовершенство. И как это мы оба, живя в Москве, до сих пор не встретились. А ты что, со всеми в Москве встретился? Такую красивую девушку я не мог пропустить. Вот видишь, как хорошо, что есть такие городки. Но когда Николай Леонидович увидел, как проверяющий обнимает его дочь Стасю, в голове у него родилась идея. Баба Нина, я пришел к вам спасибо сказать. Проверяющего мы нашли с вашей помощью. Парень Григорий, ну, проверяющий этот. И моя дочь Стася роман закрутили. Нет, я не против. Я наоборот. У моей дочки очень сложный характер. С ней не каждый сможет. А с Григорием она мед. Сговорчивая, мягкая, да и мне выгодно, чтобы они женились. Григорий этот у нас в городе уже почти месяц. Ну, он отчет пишет. Так вот, от этого отчета все будет зависеть. Нарушений у нас много. А за это можно не просто креслом мэра лишиться. А если Григорий моим родственником станет, он же на все глаза закроет. Так в чем проблема, если они друг другу нравятся? Да я пытался на эту тему с дочерью поговорить. Мол, ты со свадьбой не тяни. Так она мне такой концерт устроила. Ты, мол, не лезь в мои отношения, я больше замуж не пойду. Я боюсь, откажет она Григорию. И он от обиды напишет все как есть. Баба Нина, как мне на дочь повлиять? Дочь сама со своей жизнью разберется. А тебе, если вмешаешься, придется выбирать или счастье дочери, или в отставку выходить. Я же тебе говорила, не нужно было проверяющего искать. Ну, понятно. Значит, вы мне в этом деле не помощник. Ладно, тогда сам как-нибудь. прошло две недели. Григорий уехал в Москву. Стаси не хотела ничего рассказывать отцу о своих отношениях. Николай Леонидович поручил жене поговорить с дочерью. Однако это лишь привело к скандалу. Я не хочу замуж, хотя Гриша мне нравится. Ну, вот. Дамы, что вы так шумите? Ну, Гриша сделала Стасе предложение, она им отказала. Так это он из-за тебя уехал? Наверное, я не знаю. Ты хоть понимаешь, что ты наделала? Меня же теперь выметут. Новый проверяющий это как новая метла. Да тебе самому давно пора в отставку подать. Мне людям стыдно в глаза смотреть. Нет, бы ты по-нормальному занялся благоустройством, привел бы школу, парки в порядок, а ты все за деньгами гонишься. Это не твое дело. Ты сама на эти деньги хотела свой бизнес открыть. Уже не хочу. Я в банке кредит взяла. А замуж я ради твоей карьеры уходить не собираюсь, даже если этого очень буду хотеть. Николай Николай не 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 проверяющий. А так не пойми кто. Кем только не работал. И матросом ходил, и рабочим. А нами он просто пользовался. Да разочаровал ты меня, Яша. Подожди, а что же получается, что никакой проверки не было? У меня были точные сведения, что проверка проводилась. Но только мы этого человека так и не нашли. Что же такое творится-то? Ну, гляди, муха в чай попала. Явно не к добру. Бабушка, похоже, вы ошиблись. Этот Сильванов вовсе не проверяющий, а обычный жулик. Бабушка никогда не ошибается. Но я точно знаю, что он не тот, за кого себя выдает. Я вижу, точно Сильванов в твоем городе с проверкой был. А тебе чтобы на покой уйти, нужно сделать так, как дочь сказала. Городом заняться, чтобы люди тебя добром вспоминали. Это я понимаю. Я сам не ожидал, что слова дочки меня так заденут. Да и я на самом деле не хочу, чтобы народ про меня плохо думал. Я уже решил, навожу порядок и ухожу в отставку. Это правильно. Я вижу, скоро твоя жизнь совсем другим занята будет. Чем? я о бизнесе думал. Нет. Денег тебе и так до конца жизни хватит. А дочка твоя скоро замуж выйдет, деток нарожает и будешь ты им хорошим дедом. Да нет, Стасия не выйдет замуж. Она сама сказала, что туда она больше не ногой. Я вижу, тебе на днях муха в чашку упала. Да, точно. если муха в чашку упадет, то это верная примета к скорой свадьбе, если девушка в доме есть. Ну уж не знаю, за кого Стасия замуж выйти решит. Скоро узнаешь. А сейчас ступай, у тебя теперь забот много. Прошел месяц. Николай Леонидович нашел возможность вернуть в городскую казну деньги и занялся благоустройством городка. Жители были им очень довольны. А из Москвы к родителям приехала Стасия. Она была не одна. Я приехала сказать, что выхожу замуж. Только мы с Гришей должны предупредить тебя, что он никакой не начальник и к госслужбе отношений не имеет. Ну это я уже в курсе. Почему ты к нему так расположился покаяния объяснила. Вот он и уехал. А сейчас у нас с Гришей свой бизнес. Николай Леонидович, город не узнать. Кругом чистота, порядок. Садитесь. А я в отставку собрался и хочу о себе хорошую память оставить. Папа. Коля, там к тебе какой-то мужчина. проси идите обедать. Здравствуйте, Николай Леонидович. Здравствуйте. Чем обязан? Вообще-то я должен был с вами в мэрию встретиться, но я решил лучше так, приватно. Скажите, а мы нигде с вами не виделись? Виделись и неоднократно. Я у вас в городе с проверкой. Устроился в комитет по городскому благоустройству. Там, конечно, много нарушений было допущено. Все средства использовались не по назначению. Да и так много чего успел увидеть. Хотел было отправить отчет, как вдруг вы меня просто удивили. Никогда не сталкивался с тем, чтобы городское начальство по собственной инициативе бралось за ум. В городе появились деньги, работа кипит, чисто вокруг, стены красят, дороги моют. Чудеса просто. По-другому не скажешь. Это только начало. А со своей стороны я обещаю, что у города будет новая жизнь. Я не знаю, что на вас так повлияло, но я доволен вашей работой. И обязательно отражу это в своем отчете. А к вам приехал, чтобы лично пожать вам руку. Селиванов Георгий Борисович. Спасибо. Приезжайте к нам в гости. Гостям мы всегда рады. Хорошо. Несмотря на положительные результаты проверки, Николай Леонидович вскоре ушел со своего поста по собственному желанию. Стасия вышла замуж за Григория и теперь ждет двойню. Бабушка говорит, что если в чашку муха упала, к скорой свадьбе это может быть. Есть такая старая примета. Продолжение следует...